Доброе утро на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Доброе утро на РБК региональной новости. Прочти 57,7% акций останутся в федеральной собственности. И контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики вместе с тем. Кроме того, прошу заключить специальное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Башкортостан. В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели работы Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиций. Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей и сегодня очень благодарны жители за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и для экономики республики. Поэтому постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Напомню, в 2019 году Башкирская сырьевая компания, которая связана с БСК, получила лицензию на разработку Шихана Куштау сроком на 20 лет. Общественники и ученые просили главу региона Радзи Хабирова отменить решение, а летом 2020 года экологи и местные жители разбили лагерь у подножия горы, мешая начать ее разработку. Тогда глава государства назвал ситуацию вокруг БСК печальной и поручил Генпрокуратуре проверить законы сделки по утрате госконтроля в 2017 году. В декабре прошлого года арбитражный суд республики удовлетворил иск Генпрокуратуры страны об изъятии акции башкирской содовой компании. 31 миллион 400 тысяч рублей выплатили врачам в Башкортостане за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Единовременное денежное поощрение в размере 5000 рублей получили 3201 медицинский работник, сообщили в региональном Минздраве. В прошлом году в больнице, оказывающей онкологическую помощь, было поставлено свыше 100 единиц оборудования, а также заключены контракты на поставку 82 единиц на общую сумму более 1 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета. За счет республиканской казны поставлено 33 единицы оборудования и заключено контрактов на поставку еще 25 единиц почти на 75,5 миллионов рублей. Напомню, в 2021 году финансирование программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Башкортостане сократилось более чем в два раза до 450 миллионов рублей. По данным Минздрава, это связано с тем, что в текущем году значительных трат региону не требуется, так как большая часть дорогостоящих финансовых операций проведена в 2020-м. Например, закупка линейных ускорителей для лечения онкобольных. При этом сохранился прежний объем финансирования лекарственного обеспечения пациентов с онкологией. Это 2 миллиарда рублей. Продолжение следует... ...предлагает профориентационные маршруты и бизнес-туры на действующие предприятия. Сформирован список компаний-участников, в которые вошли в том числе башкирские художественные промыслы «Агидель», уфимское приборостроительное производственное объединение, мастерская по производству обуви, ручной работы, обработке кожи и другие. На сегодняшний день в турфирме разработано 10 экскурсионных программ на промышленное предприятие с учетом целевой аудитории. Данные программы будут предложены участникам и гостям российского промышленного форума, на котором также планируется провести круглый стол перспективы промышленного делового туризма. Опыт города Уфри с приглашением экспертов агентства стратегических инициатив. Туроператорами разработаны новые гастрономические туры. Рестораны предлагают программы гастроужинов. В заведениях внедряют меню на английском языке и меню вкладыши блюд башкирской кухни. Что касается экологического и активного туризма, специалисты сформировали 4 маршрута сплава в протяженности от 12 до 25 километров. Определены места, где необходимо создать туристические стоянки и обеспечить инфраструктуру. Их планируется запустить 1 июня. На 14% увеличился средний чек за перелет из Уфы. В марте этого года он превысил 6200 рублей, тогда как в прошлом году составлял без малого 5,5 тысяч. Динамику цен на авиабилеты из городов-миллионников оценили аналитики сервиса путешествий Тутуру. Более чем на третий выросли средние чеки за перелеты из Ростова-на-Дону и Челябинска. Скачок на 34,37% соответственно. Как и в Уфе, на 14% подорожали перелеты из Москвы и Самары. А вот в Воронеже билеты на самолет стали доступнее на 25% по сравнению с мартом прошлого года. Башкирская столица попала в топ-10 самых популярных направлений из Москвы. Доля пассажиров составила 3%, а средний чек в одну сторону почти 4000 рублей. На 1% дороже, чем в прошлом марте. Чаще всего же из Москвы покупают билеты в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. И цена на билеты по этим направлениям выросла более значительно – от 13 до 53%. 19% родителей в республике хотят направить детей в летние загородные лагеря. 30% планируют отвезти их в деревню к бабушкам и дедушкам. Итоги анонимного опроса подвела региональная общественная палата. Еще 2% родителей готовы купить путевку в детский лагерь на берегу моря, а 0,2% – в санатории. А вот более 42% опрошенных сообщили, что оставят детей летом дома. При этом 16% ответивших уверены, что в Башкортостане загородный детский отдых организуют, как правило, на высоком уровне. 61% оценивают уровень организации как средний, а 23% считают, что все плохо и дают оценку низкий уровень. Действительно, там проблемы есть, начиная с материально-технической базы, но и заканчивая теми командами, которые организовывают этот детский отдых. Больше проблем в муниципальных лагерях, чем в частных и ведомственных. Родители сетуют и на высокую стоимость путевок. Так, расходы на летний отдых в лагере для многодетной семьи, в которой воспитываются 3-4 ребенка, могут варьироваться от 60 тысяч до 195 тысяч рублей, отметили участники опроса. Также они просят улучшить материально-техническую базу существующих лагерей, улучшить качество питания, открыть больше лагерей туристической и спортивной направленности, организовать их с круглосуточным пребыванием на большее число детей, а заезды сделать короче. Ну и в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют, а американская валюта минусует 7 копеек, курс 75,64. Евро подешевел на 14 копеек, курс 88 рублей 45 копеек. Ну и лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Быстро банке по 75,40 и продажа доллара в банке Финам по 75,70. По 88,61 рубля и продажа евро в банке на ИВА по 88,80 рубля. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК и следите за новостями вместе с нами.